Спускаем один ход, еще один ход, и все монстры упали. Рок полон еды, у нас 16. Всем привет, с вами Андрей. У нас Shattered Pixel Dungeon, у нас Монах, 23 уровень. Получается вот такие вот у нас способности в данный момент. Вот такой вот инвентед. Мы остановились на том, что подошли к боссу. Найдем на локацию с боссом. Собственно, у нас присутствует еще каменная перчатка. Перекус. Что нам дает перекус? Перекус нам дает медитативный обед, заряд. Полтора заряда основного оружия, либо один заряд. И плюс три урона, которым физическим атакам нам дает перекус. У нас задача восстановить немножко здоровье. У нас всего лишь одно семя солнечника. А по еде у нас еда присутствует. Я предлагаю вас постоять, восстановить немножко здоровье. Мы восстановили здоровье. У нас очень голодно. Собственно, так. Посмотрим по палочкам, какие будут лучше, какие хуже. Тут в основном желательно, конечно, использовать палочки. В принципе, мы готовы, я думаю. Также стоит, наверное, кольцо урона превратить во что-то другое. Кольцо защиты. Ну, как вариант, кольцо защиты. Вместо кольца уклонения у нас доспех не зачарован на защиту, не зачарован. У нас также руна отталкивания. Отталкивание неплохая руна, в целом. Собственно, это у нас король дворфов. Ничем особо не примечательный. Он агрессивный противник. Противник, он постарается раздеть своих врагов ордой, подчиненной ему нежити. Ну, такой, знаете. Один из тех противников, с которыми лучше. Ничем особо не примечательный. Имеет несколько стадий. В первой стадии вам нужно просто сбить его ХП до 50%. До 50 единиц. И все его прислужники тогда улетят. Это можно сделать просто прожав огонь, например, и просто побегив от них. Если у вас, собственно, мы сбили ХП, теперь первая стадия. Это, по крайней мере, без испытаний боссов. Первая стадия просто, так называемые вурдалаки. С испытаниями, конечно, там будут явные вурдалаки. Но все же. Наша задача довести до минимального значения всех вурдалаков, потому что они будут в любом случае вставать. А потом просто их огнем сжечь. Почему именно так? Потому что имеют свойство вставать. Собственно, первая стадия прошла. Вторая стадия чуть сильнее. Там уже могут быть маги. Так же монахи. Ну и те же самые вурдалаки. Принцип такой же. У нас медитация. Помедитируем немножко. Почему? Потому что у нас количество энергии было 16 из 16. А у нас всего энергии в сумме 16. Как вариант не стоять в окружении, а просто как-нибудь в сторонку отойти, чтобы у вас било как можно меньше мобов одновременно. А что касаемо монаха, его эффективнее всего бить огнем. Почему? Потому что он физик, он хорошо защищен от физы. Но урон магии на него работает, как и на всех. Обратите внимание, мы ему толком урона не нанесли, а он уже половину здоровья потерял. Это говорит о том, что магия на него работает крайне эффективно. То есть вы видите, да, то есть у него еще один ход. Мы можем просто побегать. Вот опять же он прогорел. Теперь мы можем... Вот опять же, видите, он сфокусирован. У него 6 ходов горения. То есть он в любом случае сгорит. Наша задача просто подождать, пока он догорит. То есть вы сами видите, что он сгорел. Вы можете обратить внимание, что здесь темные такие кругляшки появились. Темные кругляшки, это... Нам нужно максимально быстро к этим кругляшкам телепортироваться. Я сейчас объясню почему. Если вы никуда не прибежите, это маг. Он вам... По вас начнет стрелять. Можно спрятаться, конечно, за препятствия. Маг вам сам подойдет. Но это... Не наш метод. Забиваем мага. Ну и все остальные мобы по такому же принципу. Монах горит. Двор монах. А все остальные, кто не сгорел. Также раздамаживаем вардалаков. А всех остальных просто поджигаем. Чтобы вардалаки одновременно сгорели. Чтобы была возможность... Обратите внимание, мы толпу с монахом не дрались, а он уже упал. И эта палочка нулевая. Представляете, если палочка была бы хотя бы плюс один. Вот вы сами все видите. То есть это... А, собственно, это последняя стадия. Наша задача просто выбить из него 50 единиц здоровья. Чтобы это сделать, можно несколькими способами. Самый простой и самый эффективный из них... Это, конечно же, кинуть что-то похожее на газ. И очень быстро... Например, парализующий сначала, чтобы он не двигался. Потом токсичный. Не забудьте прожать на себя зелье очищения. Ну и, собственно, не все попадают. Также, если у вас сильное физоружие, можете также на него кинуть. Он будет немножко гореть. Чтобы усилить горение, можно просто использовать палочку установления. У нас, вы можете заметить, два заряда в данный, здесь указано, желтым цветом. Это нам говорит о том, что мы можем еще два заряда получить с них росинки. Ну и, либо, возможно, семена какие-то. Это получилось потому, что мы, во-первых, получили новый уровень и перешли на следующий этаж. Именно поэтому у нас... Как вариант, можно в него кинуть дротик, если мы на него попадем, не попадем у нас. Мы кинули в него дротик, вы можете это увидеть. У него отложено урон 8. На нем яд 12 ходов держится. Обратите внимание, рядом с нами на пьегистале такие, грубо говоря, темные пятнышки начинаются. Это респаумится у нас двор чернокнижник, один из самых опасных врагов, потому что он маг, он на дистанции по вам будет стрелять. Ваша задача максимально быстро сократить с ним дистанцию, чтобы у нас не возникало с ним проблем. Для этого можно использовать как вариант цепи, просто притянуть, либо его притянуть, либо самому туда притянуться, в зависимости от ситуации. Но у нас цепи в данный момент не одеты. Обратите внимание, мы получили урон магии на 13 единиц. И он на нас повесил дебаф, потрепан. Вот почему он такой мерзкий, потому что он... Обратите внимание, на нас висит этот несчастный дебаф, и теперь у нас оружие слабее. А чтобы снять дебаф, можно, конечно, использовать свиток рассеивания. Вот, обратите внимание, тут указано. Использование свиткового улучшения и рассеивание немедленно снимет эффект дезинтеграции. Но опять же, чтобы рассеивание, нужно, во-первых, его иметь в наличии, у нас он, в принципе, есть. И нужно что-то, какой-то предмет, чтобы мы могли его рассеять. Например, вот, как вариант. Смотрим, сколько на него 3 хода яда и 36 урона. Обратите внимание, что его хп 28, но у него 36 единиц урона, отложенный урон. Соответственно, нам нет смысла просто с ним нравиться больше, потому что он в любом случае погибнет. Наша задача просто немножко подождать его, как и его, собственно, врагов. Просто уходим в инвиз. И учитывая то, что у нас 15 единиц, помедитируем немножко. Ну и все, собственно. Просто его хп, то есть вы видите 12 единиц из 300, просто перематываем до значения нуля. Если у вас есть кольцо удачи, либо что-то похожее на кольцо удачи, либо оружие какое-то с удачей связанное, то его стоит одеть и попробовать им убить этого короля дворфов. Но мы до него не успеем просто добежать. У него 2 хп, и у нас достаточно далеко дистанции. Как вариант, можно было попробовать использовать длинный меч удачи, прибежать к королю дворфов и ударить им последний удар, добить его этим мечом. С гарантированной атакой. То есть, если мы... Тут написано, что эта атака наносит нам 23% больше урона, и гарантированно попадает в цель. То есть, тем самым мы могли бы использовать ее и получить преимущество. Пропускаем один ход. Еще один ход, и все монстры упали. Рок полон еды у нас 16 из 16. Мы медитируем и едим. Медитация нам дает перезарядку палочек, перезарядку артефактов. Также лечение нам дает. Также он дает физическое усиление. На 3 удара. 3 урона. Вот. Собственно, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok